Добрый вечер, друзья. У нас длинный вопрос, Светлана зачитывает, но что интересно, чем длиннее вопрос, тем короче обычный ответ. Давай, Света, длинный вопрос. Меня зовут Алексей, мне 20 лет. Два месяца назад приехал в США из Рязани по гринкарте. Живу рядом с Бостоном, пока работаю водителем в мебельном магазине, развожу продукцию покупателям. В России закончил колледж, техникум по специальности информационной системы с красным дипломом. Преподавали слабо, но по завершении обучения теперь есть представление об истории компьютерной техники, различных языках программирования, базах данных в компьютерных сетях. Но специалистом себя назвать никак не могу. Работал один год в одной IT-компании, тестировщиком, занимался ручным тестированием мобильных приложений, но больших технических знаний не унес, кроме небольшого знания платформы Jira. Моя проблема в том, что я не знаю, в какой в жизни выбрать дорогу. Теперь, когда я в США, очень хочется стартовать с нуля. Нулем считаю 10 долларов в час, которые получаю за развозку. Очевидно, что нужно дальше учиться, но встал перед выбором. К сожалению, совсем не чувствую себя компьютерным гиком и большого удовольствия от программирования не испытываю. Железом заниматься не нравится совсем, но всегда восхищался и подчеркнул энергию из истории успешных антистартапов, таких как Apple, Microsoft, Oracle, Twitter и т.п. И в целом есть интерес в бизнес-сфере и финансам, но при этом назвать себя очень суперэнергичным, самоуверенным и коммуникабельным никак не могу. Может быть, просто излишне мечтательным. Таким образом, совершенно не вижу для себя правильного места в рабочей сфере. В итоге я нашел для себя два варианта дальнейшего обучения. Первое. Начать с нуля, получить бэтчелор в бизнес-администрейшн. И второе. На основе эвалированного диплома получить тоже бэтчелор в компьютер-сайенс. Есть интересная программа в одном университете. Компьютер-сайенс и интерн. Пожалуйста, подскажите с точки зрения вашего огромного жизненного опыта, какое направление вы бы выбрали на моем месте? Возможно ли как-то себя применить в IT-сфере, не будучи разработчиком и тестером? Думал о работе менеджера проектов. Очень понравилось в College изучать Microsoft Project. Но не помню, не понимаю, как стать таким специалистом. Может быть, есть какие-то еще варианты? Заранее огромное спасибо. Значит, давай мы начнем с обратного, с образования, которое он себе представляет. Значит, учиться на Computer Science Plus Management, или там предпринимательство, на основе того, что ему пересчитают из техникума какие-то курсы. Я не думаю, что курсы техникума сильно пересчитываются в университетские. Но дело не в этом. Вот эта комбинация компьютерного и интерпренерского, это кидалово. Мое личное мнение. То есть ты компьютерщиком не будешь, и предпринимателем ты тоже не будешь. Когда люди хотят быть предпринимателем, они в совершенно других местах учатся этому делать. Вот. Поэтому, значит, мой план для парня такой. Ему 20 лет. Это колоссальный капитал. Колоссальный капитал, который нельзя профукать, беря классы, не поймешь для чего. И как бы не ориентируясь, что называется, не зная броду, лезть в воду. Не нужно. Нужно идти работать. Он говорит там про нулевой уровень, он готов там работать, начиная с 10 долларов в час. Ну, с 10 долларов в час, тем более там под Бостоном, вряд ли он найдет. Это слишком мало. Если он пойдет войти работать... Сейчас там. Ну, сейчас получает настрой. Машину водит. Как только он пойдет войти работать, значит, он, соответственно, получит сразу 15, может быть, даже 18, может быть, 22. Значит, вопрос, откуда возьмется первая работа. Первая работа возьмется у него от того, что он с красным дипломом закончил техникум. У него есть... И плюс работал тестером. У них работал тестером год. О, у него есть associate degree, это во-первых. Он год уже работал в тестировании. И не хухры-мыхры, а все-таки мобильных приложений. Он, может быть, там не занимался автоматизацией, языков программирования не использовал. Но это очень ходовой и востребованный навык. Но он не хочет этим заниматься. Нет, он этого не сказал. Он сказал, что его не... И его программирование не интересует. Нет, он сказал, не программировать, не тестировать. Он этого не сказал? Сказал. Я буду рассказывать, а ты можешь еще раз почитать. Я прочту тебя. Прочти, да. Найди и потом прочтешь. Так вот, что бы я на его месте делал? Значит, очень важно, очень важно находиться в среде хорошей. В этой среде очень много возможностей для развития. И в project management, и в QA, и в программирование. Но не хочешь программирования, не надо. Может быть, ты поработаешь там в реальном каком-то вот таком мире. Может быть, тебе захочется программировать. Мы не знаем, но надо быть в каком-то месте, где может захотеться. Где ты можешь увидеть реальные возможности, а не сидеть вот тут на платформе, пропуская каждый поезд, который мимо идет, и думать, это не тот, это не тот. А ты иди, сядь в поезд и вместе с ним двигайся. Прочти, Света, что там было сказано? Возможно ли как-то себя применить в IT-сфере, не будучи разработчиком и тестером? Не будучи разработчиком и тестером? Да. Хорошо, значит, пусть он начнет с тестера, да? Разработчиком его не возьмут. А тестером его возьмут. И дадут ему там, скажем, те же долларов 18. И он начнет там работать и зарабатывать деньги. И учиться в университете тоже неплохо. Параллельно с этим, брать какие-то там кредиты, это неплохо. Можно я скажу? Скажи. Но он уже будет зарабатывать, во-первых. Во-вторых, он проучит, пойдет еще год-два, он уже будет получать там 75-80-90 тысяч, понимаешь? Он будет совершенно в другом мире находиться. И у него понимание жизни кардинально изменится. Скажи, Света. Заниматься бизнес-администрейшн без реального знания какой-то предметной сферы очень сложно. Да невозможно. Надо начинать с предметной сферы. Предметной области, да? Да. И даже если вам не нравится, например, тестирование, как старт, это хорошо. Я скажу почему. Когда человек чем-то занимается, ведь вот что такое бизнес, да? Это когда у человека возникает какая-то идея, и он начинает анализировать, и она оказывается перспективной, и он отглубляется, и дальше что-то у него получается какой-то предпринимательство. Нельзя придумать идею, не владея чем-то достаточно глубоко. Вот эти идеи, то, что вас так воодушевляют все вот эти стартапы нашей силиконовой долины, оно, конечно, неудивительно, но все эти люди, они очень хорошо знали предметную область. Если вы будете заниматься тестированием, и глубоко в чем-то разберетесь, у вас тут же появятся какие-то идеи. Масса идей. Идеи не рождаются на пустом месте. Идеи рождаются, когда что-то человек делает. И не рождаются в ходе обучения в университете. Да, и не рождаются в ходе обучения в университете, потому что это очень оторвано от жизни. Но идеи рождаются из самой жизни. Да, у вас 20 лет, и это действительно колоссальный потенциал. Капитал большой. Да. И, значит, начать нужно с предметной области. Пускай она вас не сильно интересует. Ваша задача разобраться и стать таким, как сказать, добросовестным таким тестером, таким крепеньким, да? Подожди секундочку. После чего вам мало лет, у вас все впереди, нужен хороший язык. И дальше вы можете идти на базе тестирования. Вы можете идти в проект менеджмент. А вы ему нравитесь? Вы можете идти в программ менеджмент и получать образование. Бизнес-аналисты. Бизнес-аналисты. То есть, но это все зиждется на том, что есть конкретное понимание того, где вы находитесь, что вы делаете и для чего вы это делаете. То есть, как вам не нравится быть ни разработчиком, ни тестером, все-таки жизнь, она так вот заставляет повернуться в эту сторону. Вам дали большой кредит, который вы как бы не цените, а у вас кредит есть. И еще я хочу сказать такую вещь. Если вы пойдете учиться на бизнес-администрейшн, значит, вы его закончите, может быть, к 25 годам, да? Потому что вы не можете фулл-тайм учиться. Значит, вы закончите его там к 25 годам. И вы вольетесь в армию безликих, недееспособных, вырванных из жизни людей, которые после этого пиццу разводят. Вы уже мебель разводите. Вам не надо 5 лет для этого учиться. Вы уже там, вы уже пришли в эту точку. Понимаете? Поэтому не идите этим путем. Это практически невостребованная фигня. Если у вас есть действительно бизнес-жилка, да, то она... У него нет, он не шустрый. Нет, ну хорошо. Ему нравится. Ему нравится. Но в любом случае, будет предмет на область, будут идеи, может, это во что-то вылиться. Появятся друзья, которые более шустрые. Может быть, команда появится. Конечно. У каждого будет свое место в этой команде. Но нужно чем-то предметно заниматься. Конечно, 20 лет кажется, что вот, я сейчас выучусь на бизнес-администрейшн и буду все администрировать. А вот все не получится. Можно узнать что-то одно. И когда тебе будет 25, и ты закончишь, ты вдруг поймешь, что совершенно не в том поезде ехал. И не в том направлении ехал. Вот. Поэтому я думаю, что мы возвращаемся вот к тому, что я уже сказал. Значит, начиная с того, чтобы работать, зарабатывать деньги нормальные, находиться в среде питательной, которая питает, ну, столько всего. Вот будь в этой среде. Она дает энергии, она дает энергии, она дает мысли, она дает желание двигаться куда-то. И ты видишь бизнес-модели. И ты видишь дорогу, куда идти. Ты видишь бизнес-модели, ты видишь технологии, ты видишь, как люди пытаются деньги заработать. Ты видишь движуху колоссальную. Ты начинаешь ходить на тусовки. Стартаперы собираются. Ты ходишь, ты видишь этих людей. Ты в команду входишь. А идеи, знаете как, вот 20 лет, наверное, если вы никогда этим не занимались, трудно понять, как рождаются идеи. Идеи рождаются тогда, когда изгенерешь. Вот собираются молодые люди, кто-то говорит одно, другое, третье. Вдруг бах, какая-то искра пробивает. Для этого нужно быть сильнее, для этого нужно заниматься чем-то конкретным. Брейнсторминг. Да. Хорошо. Лежа на диване, идеи не поиграть. Я хочу парню пожелать успехов, потому что ему 20 лет, у него вся жизнь впереди. Он может еще так рвануть. И, конечно, ему надо учиться. Даже вопросов нет. Я бы только на его месте работал. Там, работая, понял, куда двигаться, и учился бы. Совмещая работу и учебу. Конечно. Вот так, можно сказать. На этом мы с вами и расстаемся, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok